Приветствую, друзья! Это итоги бриф на Томикен Бизнес. Меня зовут Диас Аркинов. А голосование на участке признали недействительным. Данные факты признаны двумя членами участковой комиссии референдума, о чем есть объяснительные. Они сказали, что голосовали за родственников, которые включены в список избирателей этого участка. Было проведено голосование в переносную урну. Признали недействительным проведение республиканского референдума по участку номер 2 города Алматы и аннулировали этот результат. Референдум по поправкам в Конституцию не обошли стороной и крупные зарубежные издания. Причем речь идет не только о российских СМИ. Авторские материалы выпустили BBC, Deutsche Welle, Al Jazeera и другие мировые информресурсы. О том, как за границей видят референдум и что говорят о нас, расскажет Виталий Муртазин. Российские СМИ весьма положительно высказались о референдуме в Казахстане, что в принципе неудивительно. Издания делали разборы поправок в Конституцию, брали интервью у различных экспертов. В частности, хорошо на эту тему высказалась Екатерина Шульман. Она отметила, что другие страны должны бороться пример с Казахстана в плане проведения и продвижения реформ. Сам тон вот этой вот казахстанской дискуссии конституционной и само содержание поправок находится в таком контрасте с тем, что происходит при законодательных изменениях в России и в Беларуси, этих республиках-сестрах, что, конечно, хочется все это обнять и прижать к груди и плакать. И сказать, вот смотрите, как можно оказывается на пространствах Евразии, ну, например, декларировать отказ от смертной казни. Если российские СМИ высказались весьма положительно, то китайские информресурсы ограничились сухими фактами и поддержкой в адрес Токаева. А вот немецкое издание Deutsche Welle, наоборот, сделало подробный разбор поправок в Конституцию и их влияние на нашу жизнь. На протяжении десятилетий в Казахстане наблюдался экономический рост, но пользу от этого извлекали только элиты. Неравномерное распределение ресурсов и социальных благ стало одной из главных причин, произошедших в январе в ряде городов Казахстана массовых протестов, переросших в беспорядки. Сейчас важно не просто принять поправки в Конституцию, а начать имплементировать нововведения. И это должно проходить на фоне диалога государства и гражданского общества. И даже скептически настроенные эксперты отметили, что нам удается сделать множество мелких шагов, которые приведут Казахстан к необходимым переменам. Кстати, среди всего пакета поправок наибольший резонанс в зарубежных СМИ получили изменения статуса Нурсултана Назарбаева. Многие считают это главным демократическим шагом страны, ровно как и уменьшение полномочий президента и усиление роли парламента. Разумеется, были в иностранных СМИ и негативные статьи о референдуме. Например, англазичный сайт Евразия.нет акцентирует внимание в своем материале на слабую информационную подготовку к референдуму. А BBC приводит слова экспертов о том, что принятых поправок мало и нам еще есть куда расти. Теперь поговорим о цифрах. Всего в референдуме приняли участие 68,05% избирателей, а за проголосовали чуть более 77%, это около 6 миллионов казахстанцев. Стоит отметить, что меньше всего участвовали в референдуме о стончании алматинцы. Например, в крупнейшем мегаполисе страны и вовсе на голосование пришли менее 33% избирателей. Что это? Сбой в системе или же реальный показатель политической активности граждан? Об этом, а также о самом референдуме и будущем для казахстанцев поговорим сегодня с директором Института евразийской интеграции, политологом Урзгали Сельтеевым. Он с нами на прямой связи. Урзгали приветствую. Благодарю, что согласились побеседовать с нами на актуальную тему. И давайте начнем с того, оправдались ли ваши ожидания от референдума. Да, безусловно, результаты референдума ожидаемые. И, в общем-то, и процент по явке, и проценты проголосовавших за этот пакет коррекционных поправок. Почему? Потому что вот именно в них как раз-таки отражены все те самые общественные запросы, которые давно, в общем-то, созрели, даже перезрели. И вот эти реформы, которые президент объявил 16 марта в своем послании, и теперь уже мы их закрепили конституционно, это вот те реформы, которые люди ждали давно, скажем так. Поэтому здесь никаких неожиданностей нет. И это я уже неоднократно подчеркивал, что это не только одобрение, скажем, курса, сегодняшнего курса реформ президента, но это еще и такой дополнительный мандат доверия лично к нему. То есть народ полностью поддержал эти поправки по институцию. И это своего рода тоже отражение консолидации общества вокруг президента. И, в общем-то, казахстанцы, можно сказать, еще больше сплотились и после январских событий. И вот таким образом на практике проявили свое отношение через референдум тоже. Хорошо. А какая поправка в главный закон страны, по вашему мнению, самая значимая? Наиболее значимая, скорее, здесь вот мы же говорим не только о политических, общественно-политических реформах, но и есть здесь те, которые, скажем, больше носят и политико-правовой характер. И здесь речь идет о том, что вот эти поправки в первую очередь направлены на усиление защиты прав и свобод граждан. И вот самая ключевая, я считаю, все-таки, это трансформация Конституционного Совета в Конституционный суд. То есть если раньше Конституционный Совет выполнял больше такую экспертную роль, когда давал толкование и заключение на те или иные законы, международные договоры, решения, которые принимает власть на соответствие фундаментальным основам Конституции, то теперь уже Конституционный суд станет таким полноценным работающим органом. И если раньше в него могли обращаться только президент Палаты парламента и премьер-министр, то теперь уже будет обращаться генеральный прокурор имеет право, уполномоченный по правам человека и вообще любой казахстанец. Вот это как раз и говорит о том, что таким образом люди, если не находят, скажем так, той самой справедливости, по их мнению, в правоохранительных, судебных, надзорных, следственных органах, то теперь могут обращаться за защитой своих прав, скажем так, в Конституционный суд. И это станет, он станет такой последней инстанцией. И я думаю, что этот орган будет очень востребован у людей. Почему? Потому что у нас большие проблемы вообще с верховенством закона, о котором мы говорим, к которому мы только, можно сказать, начинаем двигаться таким образом. И я думаю, что люди будут достаточно регулярно и часто туда обращаться, потому что мы знаем, особенно на местах, вот именно в системе и следственных, опять же, повторюсь, правоохранительных, надзорных и судебных органов там. Но это не секрет, что очень часто бывают моменты такой круговой поруки, и люди не находят тех решений, поэтому мы потом видим, скажем, и самоподжоги, и когда люди стоят и приходят в здание Верховного суда, пытаясь найти ту самую справедливость. Поэтому вот это, я думаю, ключевое. Я думаю, один из мотивирующих факторов, почему люди проголосовали, это была вот эта поправка в том числе, потому что она наиболее понятна вообще людям. И здесь надо отметить, что в целом, конечно, казахстанцам, если они, скажем, не обладают или не близки к каким-то таким профессиональным сферам, им очень тяжело понять политическую и правовую значимость этих поправок. Но у всего пакета поправок есть единая логика, именно с точки зрения изменений, перемен. И поэтому люди, в общем-то, голосовали в целом за само направление этих реформ. Ну и второй момент привлекательным, конечно, был тот фактор того, чтобы мы теперь, скажем, убрали все вот эти рудименты, которые касались суперпрезидентской модели. И здесь речь идет не только об ограничении президентских полномочий и переходу к такому, скажем, классическому институту президентства, а еще речь идет как раз вот о исключении статуса, привилегии, полномочий первого президента. Это важно с точки зрения того, чтобы в сознании у людей, в общем-то, и у людей, которых находятся во власти, отложилось, что больше такой сверхконцентрации полномочий на них руках в нашей стране не должно быть. И в одном институте власти тоже не должно быть. То есть нам нужна нормальная система сдержек противовесов, нормальный баланс между всеми структурами нашей системы, политической системы. А вот хочется задать такой вопрос. Справились ли органы власти со своей работой во время референдума? Здесь правильно говорить не о структурах власти в целом, а вот о системе центральной избирательной комиссии. Ну, в данном случае она называлась центральной комиссией референдума. И надо сказать, что вот со сменой руководства ЦИКа и в целом по перезагрузке этого института она произошла, и центральная избирательная комиссия стала работать уже тоже по-новому, по-другому. В общем-то, референдум, можно сказать, прошел вообще идеально. С точки зрения того, что мы сейчас не видим никаких-либо больших протестов против результатов каких-то митингов, плюс возмущений со стороны граждан, какими-то нарушениями. Я говорю, самое грубое нарушение, которое было в процессе проведения референдума, организации общего голосования, это вот только такие незначительные местами факты в регионах, когда на участковых комиссиях, на участках голосования, то есть были предметы наглядной агитации в день голосования. Ну, то есть это тоже, скажем, те люди, которые еще не перестроились, те, которые работают по принципу перестараться и перебдеть на всякий случай. Но эти моменты, вот уже в Алматы там был случай, его признали, в общем-то, признали, что нарушили, признали, что это была ошибка, что такого больше не должно быть. Но это очень редкий случай на самом деле, их немного. И в этом смысле еще надо здесь сказать, что и международные наблюдатели, включая ОБСЕ, дали весьма положительную оценку, очень высокую. Вообще и проведению референдума, и сам факт того, что он состоялся, и качество организации процесса по всем параметрам, очень высокие оценки. Поэтому однозначно можно говорить, что все справились и на таком классном уровне провели. Некоторые эксперты говорят, что благодаря референдуму и другим изменениям Казахстан становится более либеральной страной, более вестеризированной, нежели соседи по региону. Хорошо ли это? Здесь и с точки зрения вообще организации, вот таких избирательных, электоральных процессов, и то, что касается и референдума тоже, мы, скажем, на голову выше наших партнеров по советскому, пространству по СНГ. И я бы здесь еще хотел один момент отметить. Вот у нас в Кыргызстане, России и Беларуси за последние два года, с 2020 по 2021, прошли тоже там референдумы. И вот в чем отличие? В том, что именно там как раз-таки содержание, предмет голосования, за что выносилось, да, и за что проголосовали люди, там как раз это все связано, наоборот, с усилением автократических, авторитарных тенденций, да. У нас же наоборот, мы пошли в сторону как раз вот демократизации, либерализации. Здесь это уже не громкие слова, это действительно так. То есть первый шаг в этом направлении сделан, очень серьезный шаг весомый. Я думаю, что мы еще вернемся к этому. Я думаю, что будут чуть позже, возможно, по прошествии нескольких лет, еще какие-то дополнительные поправки в части вот совершенствования вообще политико-правовой системы в целом нашей. Это как раз речь идет вот о формировании честных и справедливых правил игры вообще в политике, во взаимодействии между институтами власти, между властью общества, внутри общества. И вот эти правила нам очень нужны. И вот я всегда повторяю, что как раз вот основная вообще миссия Тукаева как второго президента заключается вот именно в формировании этих правил. Он должен их сделать для нас, скажем так, оставить для будущих поколений управленцев, лидеров, ну и в целом для общества, для казахстанцев. Можно ли назвать референдум, репетиции перед следующими президентскими выборами? Я бы не назвал это репетицией. Цель была же не в этом. Цель была в том, чтобы сверить, провести сверху того курса реформ президентских, который сейчас реализуется, именно с обществом. То есть я уже как говорил, это ответ на общественные запросы, но очень важно было понять, насколько общество поддерживает. Если бы были бы, скажем так, цифры обратной, результаты, да, другие, если бы народ не поддержал, проголосовал бы против, то нам бы, конечно, пришлось бы корректировать вот те изменения, те предложения, которые выдвинул президент. Поэтому здесь еще сам факт проведения референдума – это ответ на вопросы тем, скажем так, прогнозистам, экспертам, которые говорят о том, что у нас возможны досрочные президентские выборы. Я абсолютно с этим не согласен, потому что потенциалы референдума, даже это не было целью, самоцелью, но он дополнительно, говорю, стал таким еще одним мандатом доверия для президента, и поэтому необходимости в проведении досрочных выборов нет абсолютно. Я также знаю и считаю, что в службе Артемия Мелевича именно сторонник придерживаться всех правовых основ очень четко, и поэтому я уверен, что президентские выборы пройдут строго в назначенные сроки. Вот хочется обсудить еще такой момент, что довольно продолжительный период во всех СМИ и не только активно агитировали избирателей на то, чтобы идти на референдум. Вот насколько эффективно показал себя такой метод агитации? Очень эффективно. Это, скажем, тоже некие такие электоральные инновации для нашей избирательной практики в целом. И вот то, что вы отметили по банковским приложениям, по СМС, это очень эффективно, потому что это возможность достучаться напрямую до каждого казахстанца. То есть там даже меньше было, скажем, каких-то агитационно-пропагандистских вещей, а это больше были призывы именно, и они носили такой информативный характер. То есть люди оповещали о том, что 5-го числа состоится такое мероприятие, и я думаю, что многих это потом сподвигло больше узнать о том, за что они будут голосовать, о чем идет речь, в чем предмет этого референдума. Но я здесь, знаете, на чем бы хотел еще акцентировать внимание. Вот то, что вы говорите про блогеров, это тоже очень эффективно, потому что у каждого своя аудитория разная, возрастная в том числе. И, безусловно, даже если, ну, скажем, не если, а это однозначно в любом случае и ЦИК, с точки зрения проведения агитации, оповещения, я тоже оплачиваю и рекламу в социальных сетях, и для блогеров, да. Это нормальная практика, это правильно, потому что это вот сегодня, это очень эффективная коммуникация. Но я хочу отметить, что были использованы еще и такой фактор личных коммуникаций. Вообще сейчас в политике самые главные методы коммуникации – это именно личные, даже не соцсети, не мессенджеры, а вот когда ножками, скажем, эти агитаторы, депутаты, партийцы, общественные деятели, когда сами входят в народ, встречаются с людьми, объясняют, разъясняют. И если на начальном этапе это местами приобретало такой характер компанейщины, когда чиновники, работники бюджетных организаций, сотрудники акиматов там сами с собой собирались и друг другу рассказывали о сути этих поправок, то потом все перестроились, и в общем-то вот эта работа была очень быстро перестроена и налажена. Но я бы хотел еще акцентировать внимание, когда говорю о том, что велась же и деструктивная контрпропагандистская работа, когда шли такие рассылки в социальных сетях, в мессенджерах с призывами наоборот не идти на референдум, не участвовать в этом. И там была достаточно такая спальсифицированная, ложная информация о том, что в результате принятия этих поправок у людей землю могут отобрать, и там невероятные вещи свалили, что наоборот, их права будут ущемляться. И это тоже своего рода оказало влияние на тех, кто не пришел на избирательные участки 5 июня, либо пришел и проконосовал против. Вот этот фактор нужно учитывать. Но это организовывали те люди, которые сейчас выступают против тех изменений, которые произошли в нашей стране и происходят, и те, которые, скажем так, потеряли в результате демонополизации экономики, в результате борьбы с олигополиями, и потеряли вот эти самые легкие источники доходов, которые были привязаны, скажем так, к государственным средствам. И сейчас, не случайно, в тот же день, 5 июня, президент объявил о создании межребовестной комиссии по возврату финансов, незаконно вывезда финансовых средств за рубеж. Поэтому это тоже нужно учитывать. Но несмотря даже на вот такую деструктивную работу со стороны этих людей, со стороны этих групп, все равно агитационная кампания была достаточно эффективной. И не было вот тех самых методов, о которых некоторые у нас эксперты, или те, которые критикуют постоянно, любые даже самые благие, позитивные инициативы со стороны власти критикуют, говорят о том, что это было организовано, прошло старыми подходами методами, это не так. И перемены в этом смысле, они тоже налицо. Кстати, во время референдума были официально подтвержденные случаи нарушений, которые фиксировали наблюдатели, и вроде бы они были единичными. Хороший ли это знак? Конечно, однозначно. То есть это как раз движение к такому честному, открытому, прозрачному, избирательному процессу. Я думаю, мы к этому постепенно придем, и очень надеюсь, что когда у нас предстоят в будущем и парламентские выборы, и президентские выборы, мы уже тоже не за горами, с учетом даже сроков их проведения. И плюс надо понимать, что у нас теперь вообще, мы должны привыкать к тому, что электоральный цикл, для нас теперь это постоянное явление, с учетом того, что мы перешли уже к выборам акимов сел, сейчас переходим к выборам акимов районов, городов, и практически у нас будет ежемесячно, ежегодно, в зависимости от истечения сроков, эти выборы идти. Поэтому это важно, конечно. Это сейчас мы как раз вот закладываем такую уже некую политическую традицию, именно в части того, что избирательный процесс должен быть честный и открытый. Хорошо, и давайте заключительный вопрос. Вот состоявшийся референдум это и есть? Жена Казахстан, Новый Казахстан? Нет, это тоже неправильная интерпретация. Я не согласен с теми людьми, которые, в общем-то, и тоже люди во власти, которые транслируют такой тезис, что вот 5 июня мы проголосовали за пакет конституционных поправок, и вот якобы уже 6 июня у нас вторую республику мы построили, Новый Казахстан, в Новом Казахстане проснулись, как говорят некоторые, приходят, шутят люди. Вот как раз-таки нельзя об этом. Во-первых, нельзя так говорить, потому что это формирует такие завышенные ожидания у граждан. Во-вторых, это несправедливо так говорить вообще, потому что мы только приступили, только начали первый этап именно конституционного закрепления, а теперь у нас впереди сейчас дальше расширка в других правовых документах, в конституционных законах, законах, нормативно-правых актах, в разных решениях, правительства, власти в целом. Проблема будет дальше еще, и к этому надо быть готовым, именно с точки зрения практической реализации. Потому что там опять же надо понимать, что везде люди, и могут быть какие-то такие барьерные моменты с точки зрения, ну, в контексте некомпетентности людей, либо в контексте того, что будут люди, которые не заинтересованы в этих улучшениях, изменениях, и будут признаки саботирования этих реформ. Это очень высокая вероятность. Высокая вероятность имитации. То есть просто, опять же, на бумаге или на словах будут продолжать, особенно у нас этим любят заниматься в регионах Акиматы, особенно областные, районные тоже. И потому что люди же во власти, они привыкли к комфортной, удобной жизни, когда у них нету, скажем, каких-то контролирующих над ними структур или контролирующих механизмов со стороны людей. Люди во власти всегда боятся критики, всегда боятся огласки проблем и даже освещения их работы. Вот поэтому на это надо давить. То есть люди должны постоянно держать власть в тонусе. То есть журналисты должны освещать, показывать так, как есть ситуацию. Люди должны контролировать, в том числе через маслехаты, общественные советы и какие-то другие инструменты, которые есть, в общем-то. Пользоваться вот этими инструментами надо, я говорю, это как раз зависит от пробуждения гражданской политической активности самих казахстанцев. Только так можно будет не допустить имитации, только так можно будет продавливать эти реформы. А люди во власти, кто бы это ни был, они все равно всегда будут пытаться идти по наименьшему, по пути наименьшего, скажем, сопротивления. Вот поэтому надо продавливать. Это значит, сами люди должны продавливать. Спасибо большое, Уразгали. Напомню, с нами на прямой связи был Уразгали Сельтеев, директор Института Евразийской интеграции. Мы сегодня обсуждали состоявшийся референдум в Казахстане и как он повлияет на будущее казахстанцев. Это был проект «Итоги бриф» на Томикен Бизнес. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго. Берегите себя.